Здравствуйте! Меня уже давно мучает мысль о том, что Гитлер хотел освободить нашу Сотодоркомфонку. Вспомните и те же Арица. В двух словах Гитлер ничего не хотел. Не было никакого Гитлера. Был Адольф Элоизович Шекельгрубер, которому сказали, будешь фюрером, на тебя и все шишки будем валить. Ты у нас и Антарктиду откроешь, ты у нас и Тибет закроешь, ты у нас на СССР нападешь. И вот так вот в Аргентину потом свалишь. И так вот Адольф Элоизовичу приходилось шустрить и в Тибет быстро ехать. Потом ему звонят, говорят, ну сейчас нападение в Африке, давай туда. Он не успевал, поэтому наштамповали кукол человеческих лицом. Гитлеров, как и Сталина, было много. Они должны были находиться везде. Ну, со Сталином ситуация тождественная. Нашли какого-то в журнале редколлегии хлопчика и сказали, будешь вождем. Кто ж, какой же ж руководитель себя подставлять будет? Он сюда поставит какого-нибудь болванчика, а сам у него за спиной будет замдиректором и будет все келешевать. А все шишки потом на него. Вот вы и мучаете этот вымышленный псевдоним уже не одно десятилетие. Не понимая, что под Гитлером работала целая команда, огромная команда. А он был просто флаг. И Гитлер-то переводится, короткий забег, а Лер-вспышка. Короткая вспышка. И все. Поэтому сам Гитлер ничего не хотел. Он хотел отдохнуть, но ему не давали. Его накачивали наркотиками и говорили, иди на площадь, ори орийцам. И он начинал орать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok